Инна Грацианская, доцентр кафедры клинической фармакологии РНИМУ имени Пирогова. Спасибо. Большое спасибо за представление. Коллеги, я очень рада вас приветствовать вот в этом зале. Очень красивый, вообще корпус новый. То есть приятно и чувствуешь себя как бы очень достойно в этом окружении. Я единственное, что вам предлагаю, я вам предлагаю немножко подвинуться поближе. Вы так в единичном поле зрения сидите. Просто если мы будем работать в интерактивном режиме, то есть я готова ваши вопросы принимать именно во время повествования. Это всегда очень будет полезно. Но если вам это не мешает слушать, то, конечно, ваше дело. Но я бы вам предложила приблизиться поближе. Итак, мы сегодня говорим об этических аспектах клинических исследований, о комитетах по этике, информированном согласии. И, разумеется, поскольку у нас педиатрическая аудитория, мы обязательно поговорим о некоторых особенностях этической экспертизы, педиатрических исследований. Я вам хочу сказать, что практически исследований таких стало много. И опыт у этических комитетов, которые в тех учреждениях, которые проводят такие исследования, он уже накоплен достаточно большой. Поэтому если практически что-то вас будет интересовать, то я с удовольствием также на эти вопросы отвечу. Как мне сказали, здесь аудитория молодых ученых, которая состоит из, в основном, потенциальных исследователей. Но я думаю, что потенциальные исследователи поймут, а опытные исследователи, если такие есть, они уже прекрасно осознают, насколько большая часть вообще работы по клиническим исследованиям относится к всяким проблемам именно по этической экспертизе. Сколько времени занимает общение с комитетом по этике, ну, во всяком случае, как это обычно бывает, должно быть. Итак, когда мы сейчас будем с вами говорить, я этот слайд всегда показываю первым. Ну, надо сказать, что сейчас очень принято говорить именно клинические исследования, а клинические испытания несколько режут слух вирускофонном восприятии. Но я, к сожалению, привыкла говорить испытания, и поэтому я показываю этот слайд. Все нормативные документы, и английские, и наши, мы о них будем сейчас говорить, дают в своих глоссариях совершенную идентичность этих терминов. Испытания, исследования, study, trial – это слова взаимозаменяемые, поэтому я буду стараться говорить исследования, но если испытания, то, в общем, неформально ничего в этом такого нет. Если мы говорим о том, как надо проводить испытания этично, то мы, конечно, должны вспомнить, вот, так скажем, отрицательный контроль, то есть то, что является неэтичным по определению. Какие неэтичные исследования в обозримом прошлом были, значит, что известно. Вот это очень известное большое исследование, вы видите, оно длилось 40 лет, но это не то, чтобы исследование естественного течения сифилис. Вы уже знаете, как должно строиться клиническое исследование, какой у него должен быть дизайн для того, чтобы получить достоверные результаты. И, конечно, очень хорошо для исследования, чтобы в группе контроля лечение не применялось, да, применялось бы плацебо. Так вот, с 32 по 72 год в группе контроля, это было очень длительное исследование, исследовали разные методы лечения сифилис. И в группе контроля применялось плацебо, то есть у людей с подтвержденным диагнозом сифилис, при наличии уже на те поры методов лечения эффективных, в 30-е годы, ну, там были препараты ядовиты, но тем не менее, они были эффективны, а 72-й год, это уже во всю эра антибиотиков, людей сознательно удерживали от лечения в научных целях. Это были чернокожие афроамериканцы, и в 1997 году 8 человек осталось в живых из этой контрольной группы, им были принесены официальные извинения за то, что США поддерживала эту программу этих исследований. Ну, о том, как в Соединенных Штатах, что, какие у них отношения вот с этическими документами, это мы с вами тоже сегодня обязательно коснемся, когда будем говорить о новой редакции Хельсинской декларации. Ну, еще некоторые примеры неэтичных исследований. Вы видите, что все эти исследования, вот то, что отмечено на слайде, все это относится с научной точки зрения очень интересно, и эти исследования были хорошо построены с научной точки зрения, но по тем или иным причинам все группы, которые здесь перечислены, значит, заключенные, престарелые, дети, умственно отсталые, все это так называемые уязвимые группы пациентов, которые не были должным образом защищены. То есть нельзя заведомо причинять вред ради любой какой-то потенциальной пользы по следующим поколениям. Ведь понятно, что из любого исследования извлекается польза потом для будущих популяций. Так, ну и, собственно говоря, когда действительно появилась необходимость ввести некий эталон этики для медико-биологических исследований, это, конечно, было после Второй мировой войны, во время Нюрнбергского процесса. Во время Нюрнбергского процесса необходимо было дать оценку тому, что было проделано исследователями фашистскими, которые никакими моральными принципами не были связаны. Но было понятно, что моральными принципами они не были связаны. Но что считать за эталон моральных принципов? Какие жертвы можно приносить ради науки, какие нет? Вот это все было собрано в первом, собственно говоря, документе, в котором стройно изложены правила этические для исследователей с участием людей. Это Нюрнбергский кодекс. Нюрнбергский кодекс появляется в августе 1947 года и служит, собственно говоря, вот эталоном для того, чтобы дать оценку тому, что происходило на Нюрнбергском процессе. Но после Нюрнбергского кодекса, так скажем, преемником Нюрнбергского кодекса является Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации. Хельсинская декларация появляется впервые в 1964 году. И до сих пор она, в общем, считается основным документом международным, в котором изложены вот эти вот принципы этические для биомедицинских исследователей. Последняя действующая, вот ныне действующая редакция, там изменения не очень серьезные были, но тем не менее были, это редакция 2013 года. Но еще есть несколько рекомендательных документов. Значит, международные документы, они все носят рекомендательный характер. И этому подтверждению, значит, что, например, FDA, Соединенные Штаты Америки, их регуляторные органы, они перестали признавать Хельсинскую декларацию за основной документ по этике биомедицинских исследователей. Это очень интересная ситуация. Они говорят, что мы остановились, мы остановимся на Хельсинской декларации редакции 1989 года. Потому что Хельсинская декларация 2013 года, вот эта редакция, она содержит уже обязательное требование, например, что пациенты, которые принимали участие в клиническом исследовании, где бы это ни было, должны получать доступ к этому лечению, если оно показало хорошие результаты, где бы это ни происходило. И американские компании, значит, FDA заявила, что если исследование международное проводится для цели регистрации в Америке, то не надо соблюдать Хельсинскую декларацию, достаточно соблюдать правила надлежащей клинической практики. Правила надлежащей клинической практики тоже достаточно строгие. Мы сейчас будем говорить, собственно, о том, что написано там. Вот, но почему так, если это вот интересно будет, именно почему Хельсинскую декларацию не считают нужным соблюдать именно вот в тех исследованиях, которые проводятся за пределами Соединенных Штатов, если цель является регистрация Соединенных Штатов. То я потом, если время останется, на этом подробнее остановлюсь. Теперь же я хотела бы обратить ваше внимание на то, что международные документы – это серьезные документы, но они все носят все-таки рекомендательный характер. Значит, что в Хельсинской декларации? Ну, здесь я привожу 2008 года, но это все существует и в редакции 2013 года. Значит, теперь этические нормы касаются не только самих людей, но и обязательно к идентифицируемым материалам и данным, которые получают от участников исследований. То есть обязательно должны соблюдаться принципы этики при любой возможности идентифицировать человека как личность, либо самого человека, либо по тем биоматериалам, которые у него получают в целях медицинского исследования. И обязательные условия всегда – это то, что в медицинских исследованиях с привлечением человека соображение благополучия каждого участника всегда должно быть выше, чем в общем польза для общества. Потому что иногда то, что полезно обществу, будет потом, получается ценой ущемления прав отдельных участников. Собственно говоря, даже те исследования, которые безоговорочно общество осудило во время медицинского процесса, они же несли пользу обществу. Последующее поколение очень много вынесли оттуда. Ну, то есть для последующих поколений было много вынесено. И теперь этот опыт используется, потому что полученный такой тяжелой, такой дорогой ценой, не использовать опыт полученный тогда, ну, сведения, так скажем, полученный тогда, сейчас бы можно было расценить как еще более неэтичное поведение. Вот. Ну, Хельсинская декларация говорит о том, что нужно уделять очень много внимания особо уязвимым группам пациентов. Особо уязвимые группы пациентов мы с вами поговорим, кто это, но мы сейчас понимаем, что та популяция, с которой мы имеем дело педиатры, она относится как раз к особенно уязвимым группам. Почему? Уязвимые – это те, кто подвержен принуждению, может быть, легко подвержен принуждению или недолжному влиянию. Ребенок по определению – лицо, которое может быть подвергнуто принуждению или недолжному влиянию. Поэтому особенно внимательно оцениваются при этической экспертизе детские протоколы. Значит, врачи должны соблюдать обязательно нормы, принятые в вашей стране. Юридические нормы, соблюдение юридических норм возлагается всегда, на плечи именно исследователей, которые работают в стране. Но, считается, те, кто принял эту Хельсинскую декларацию, те должны понимать, что если нормы Хельсинской декларации – требование выше, чем требование закона, то основанием должно быть именно соблюдение положения Хельсинской декларации. Кроме того, обязательно до начала исследования протокол должен быть утвержден. Я надеюсь, что молодые врачи, которые здесь присутствуют, которые готовятся или уже проводят свои собственные инициативные исследования, диссертационные, например, они должны понимать очень хорошо, что все, что имеет отношение к правилам надлежащей клинической практики, вернее так, к правилам надлежащей клинической практики, в равной мере относятся и к спонсорским протоколам, которые мы осуществляем для фармацевтических компаний, по заказу фармацевтических компаний, так и нормы надлежащей клинической практики должны применяться в той же мере к нашим инициативным исследованиям, по крайней мере там, где это возможно, где это допустимо. И до начала исследования должен быть готов полный протокол, и до начала исследования этот протокол должен пройти экспертизу. Значит, законы постановления страны, в которые будет проводиться исследование, надо соблюдать. Исследователь обязан предоставлять комиссии, ну комиссии это этический комитет, мы сейчас будем говорить о них, информацию относительно того, что известно про лекарства, в протоколы нельзя вносить изменения без рассмотрения и одобрения их комиссии, то есть основные положения, которые мы сейчас будем обсуждать, они именно в Хельской декларации отмечены. И очень важно, что ответственность за здоровье участника исследования всегда несет исследователь. Что бы ни подписал, какое бы согласие ни подписал участник испытания, все-таки он несет ответственность только за то, что его информировали, он не может сказать, что он не был информирован, но ответственность за его благополучие все равно в рамках испытания несет, конечно, исследователь. Значит, обязательно условия информированного согласия. Если это согласие невозможно получить, такое тоже бывает, то обязательно одобрено комитетом по этике, соответственно комитет по этике возлагается больше ответственности. Вот это очень интересная позиция. Обязательно должно быть исследовано, зарегистрировано в общедоступной базе данных. Почему такое изменение внесли в Хельсинскую декларацию? Для того, чтобы компании не имели возможности регистрировать и публиковать только те исследования, которые дают результаты, которые их устраивают. То есть все делается для того, чтобы как можно более прозрачным был процесс получения данных, процесс обработки данных, чтобы они имели публичное обсуждение. Значит, вот все, о чем я сейчас говорила, Хельсинская декларация и другие международные документы, они носят все-таки рекомендательный характер. Соблюдать или не соблюдать это решается отдельными, каждый раз исследовательскими группами, так скажем, да, комитетами, до каких пор рекомендательный характер сохраняется у документа, ровно до тех пор, пока положения этого документа не будут интегрированы в законодательство, то есть в страны, где работает исследователь. И если положения интегрированы в законодательство, то тут уже вопроса нет соблюдать или нет, и тогда этическая норма переходит в разряд нормы юридической. Другое дело, что считается, что юридическая норма это не минимум, что надо соблюдать в рамках клинических исследований, а этическая норма, которая выше, все-таки это то, к чему должен стремиться и что должен, в общем, соблюдать исследователь. Вот перед вами документы, в которых изложено то, что относится к клиническим исследованиям с точки зрения юридической в нашей стране. Вот этот документ очень я рекомендую всем иметь как настольный, тем, кто считает себя, считает, что у него есть отношение к клиническим исследованиям, как спонсорским, так и инициативным, даже, наверное, в большей мере инициативным. Вот этот национальный стандарт Российской Федерации от 2005 года «Надлежащая клиническая практика» это дословный перевод GCP, документа, который называется «Надлежащая клиническая практика» Good Clinical Practice. Вот, значит, этот документ, очень хороший перевод и совершенно такой же. И закон об обращении лекарственных средств, тот закон, который пришел на смену закону 1998 года, его, конечно, ругают всегда, его ждали, его в 1998 году закон о лекарственных средствах, конечно, устарел, его очень ждали, его принимали довольно быстро, и, конечно, основная цель была не улучшить положение с клиническими исследованиями, но, тем не менее, был сильно расширен и изменена та часть, которая говорит о клинических исследованиях, и мы с вами сейчас это тоже посмотрим. Вот, значит, вот, собственно, это два основные документа. Ну и есть упоминание общей в Конституции о том, что может быть по аналогии закона. Аналогия закона – это то, что применяется в тех странах, где нет отдельного медицинского права. В России такого нет, отдельного медицинского права, поэтому если какая-то проблема встает, то применяют, как говорят юристы, аналогию закона. То есть в обычном законодательстве ищут то, что может быть применено к данной ситуации. Ну, во всяком случае, вот, что касается Конституции, то написано, что никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Ну, а что есть в клиническом исследовании, как, собственно, не медицинские опыты, да, вот, если вещи называть своими именами, по сути, это так и есть. Значит, добровольное согласие на участие в клиническом исследовании – это краеугольный камень GCP. Федеральный закон об обращении лекарственных средств имеет главу 7, которая посвящена, собственно, тому, как надо проводить клинические исследования лекарственных средств. Ну, клинические исследования лекарственных средств проводятся по новому закону в аккредитованных, уполномоченным на то федеральным органам исполнительной власти, значит, учреждениях. Я по умолчанию думаю, что Институт педиатрии аккредитована организацией. Значит, кто может исследователем быть главным? По новому закону исследователя назначает руководитель учреждения, и этот исследователь главный должен иметь лечебную специальность, которая соответствует профилю протокола. Если такого нет, то практически в любом случае может быть главным исследователем клинический фармаколог, если речь идет об исследовании лекарственных средств. Новый закон содержит обязательные условия, что исследователь главный должен иметь этаж не менее 5 лет работы в клинических протоколах, и, по-моему, это совершенно нормально, что главным исследователем должен становиться опытный исследователь. Если в 1998 году была бы такая норма, то нельзя было бы найти ни одного главного исследователя, но сейчас современные условия это вполне позволяют сделать. Еще, смотрите, в законе есть, что называется, угроза, что нельзя нарушать правила, надлежащие клинической практике. И если нельзя фальсифицировать результаты клинического исследования, потому что за это может наступить ответственность. Ну, хорошо то, что, по крайней мере, это отмечено. Почему фальсификация результатов клинического исследования, это на самом деле очень серьезное, ну, я не побоюсь этого слова, преступление. Потому что если вы представите, что результаты были фальсифицированы, и выводы были ложные, то потом эти выводы, ведь они будут экстраполированы на огромные популяции, да, и сколько вреда, или не принести пользу, сколько, может, всяких методов, да, которые благодаря ложным, благодаря фальсифицированным результатам, собственно говоря, появляются, данные считаются надежными, а не фальсифицированными. Собственно говоря, вот почему отличительная черта спонсорских всяких исследований это постоянный контроль и многоступенчатые проверки. Почему так? Почему эти аудиты, почему все время монитор следит, почему приезжает аудит, почему бывает инспекция? Для того, собственно говоря, чтобы как можно больше уверенности иметь в том, что данные не фальсифицированы, в том, что данные реальные, да, потому что это на самом деле очень опасно. Какая ответственность? Ну, какая ответственность, которая будет доказана, применяя аналогию закона? Я, честно говоря, вот мне не удалось найти каких-то прецедентов, чтобы вот эта статья сработала, но, может быть, время пройдет, еще такое будет. Дальше идет обязательная статья о правах пациентов из семи пунктов. Несколько она дополнена по сравнению с прошлым законом. Посмотрите, пожалуйста, что там есть. Во-первых, обязательно добровольность участия, да, и у нас вообще добровольно должно быть любое медицинское вмешательство, и согласен, и любое медицинское вмешательство должно быть получено. Но посмотрите, пожалуйста, чтобы это было в письменной форме, вот это в законодательстве определено исключительно, да, для клинических исследований. Другое дело, что мы понимаем с вами, что всегда желательно в письменной форме, потому что что не написано, того, может быть, и не было, да, а что написано и подписано, то уже зафиксировано, и может служить доказательством, что разговор был с пациентом. Но в рамках испытаний никакого выбора нет. Согласие должно быть в письменной форме. Должна предоставляться определенная информация. Но я думаю, пока я говорю, вы смогли прочитать, что за информация, но об этом еще поговорим. Значит, условия участия пациентов в клиническом исследовании, цели в целях. То есть вы видите, что даже по закону, даже по юридической норме, которая считается минимумом, на которую может рассчитывать участник клинического исследования, достаточно большая информация должна быть доведена до сведения пациента. Значит, если добровольное согласие пациента не может быть получено, то согласие пациента обязательно должно быть скреплено его подписью, если он сам не может подписать то законным представителем. Информационный листок пациента – это официальное название документа, которое раньше мы называли информированное согласие. Информированное согласие – это процесс, а документ, который подписывается в результате этого процесса, называется информационный листок. Пациента. Информационный листок пациента. Значит, право отказаться от участия в клиническом исследовании на любой стадии проведения такого исследования – это тоже один из креугольных камней вообще этических принципов, и это записано в юридическую норму. То есть пациент может отказаться от участия в любое время. Я напоминаю вам, что такое законный представитель. Законный представитель – это юридическое понятие, формально, вернее так, неформально, автоматически. Законный представитель – это родитель у несовершеннолетнего ребенка. Все остальные отношения, семейные, какие угодно, не делают автоматически людей законными представителями друг у друга. В частности, супруги – незаконные представители друг у друга. Взрослые дети у родителей своих пожилых – это незаконные представители. Законный представитель – это лицо, которое определил суд. В качестве законного представителя должны быть обязательно причины названы, почему человек сам перестает быть юридически дееспособным, и обязательно должны быть соответствующие документы у законных представителей. Это достаточно важный момент. Что касается федерального закона об обращении лекарственных средств, мы видим здесь упоминание о детях, об уязвимых группах. Тут очень интересно. Я, забегая вперед, раз уж мы сейчас говорим об этом законе, хотела бы обратить ваше внимание на сам тон этой статьи. Вы видите, я думаю, что вы читаете, пока я говорю, вы видите, что тон статьи разрешительный. То есть вообще, что из него следует? Не обязательно вообще-то проводить исследование на детях. Но если вы настроены проводить исследование с участием педиатрической популяции, то это можно делать, но соблюдая вот такие-то условия, значит, что должно быть должно быть согласие родителей и усыновителей, обязательно должно быть показано, что без участия детей не получены будут такие сведения, это невозможно. То есть тон разрешительный. Это сейчас отличается очень серьезно от законодательства западного. Западное законодательство имеет с начала 2000-х годов другую тональность. Тональность, в принципе, у законов может быть два варианта. Это либо разрешительное, либо обязывающее. Так вот, это разрешительное наше, обязывающее, западное, западное, европейско-американское. Там никакого выбора у компаний нет. Там компании обязывают проводить клинические исследования с участием детей. Обязательно. Обязательно оговариваются условия защиты этой популяции. И, конечно, существуют всякие исключения. Например, если лекарство от болезни Альцгеймера компания производит, то просто смысла нет изучать это на детях. В этом случае специальный комитет, о котором, я надеюсь, я успею сегодня рассказать на второй части, дает соответствующий документ о том, что исследование данного препарата на детях нерационально или там нужно пока отсрочить, неизвестно, надо ли будет или не нужно. Таким образом, получается, что детские формы лекарств обязательны фактически к регистрации на рынке по западному законодательству. В нашей стране такого нет. Это положительно или это отрицательно? На мой взгляд, это очень положительно, потому что закон будут применять к себе абсолютно все. и российские компании, у которых, к сожалению, сейчас не на таком уровне, пока находятся клинические исследования, к сожалению, и инициативные исследователи. То есть я считаю, что вот эта статья закона, она, в общем, защищает детей от исследований под GCP, так скажем, а те, которые под GCP, они и такие проводятся. Значит, пожалуйста, дальше. Кого нельзя включать? По закону. По закону запрещено включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть не определяет закон, какие это сироты. Это сироты в сиротском учреждении или это сироты домашние, но, тем не менее, они там не усыновленные. В общем, довольно так размыто, но закон защищает детей-сирот. Хорошо это или плохо? Если бы все исследования были по GCP, это было бы однозначно плохо, потому что такой уровень медицинской помощи, как и в клинических исследованиях, трудно достичь у детей-сирот в их обычной жизни, особенно в сиротских учреждениях. Но, учитывая, что законом будут пользоваться все, в сиротских учреждениях хлынет огромное количество добросовестных и недобросовестных исследователей. Таким образом, в данном случае этот имеет защитную функцию, действительно, статья закон. Дальше женщины беременные. Еще одна очень известная уязвимая категория. Вот тут везде одинаково все у всех. Никогда ни в одной стране мира я не могу себе представить ситуацию, чтобы законодательство поменяло тон и из разрешительного стало обязывающим. Чтобы кого-то обязали исследования на беременных женщинах производить, это мне представляется совершенно исключено. Можно проводить исследования на детях, но если вы почитаете, то вы видите, что для исследования рисков нельзя беременность женщины использовать. Исследования с беременными можно проводить в том случае, если выясняется вопрос, это вмешательство просто безвредно или это вмешательство принесет какую-нибудь пользу. Очень хороший пример такого исследования это пример оценки профилактического действия фолиевой кислоты у беременных. Оценивалась в этом исследовании частота развития пороков нервной системы у женщин, которые применяли фолиевую кислоту в профилактических целях и тех, которые не применяли. И оказалось, что достоверно реже пороки нервной трубки появлялись у женщин, которые принимали с профилактической целью фолиевую кислоту. Поэтому фолиевая кислота – это один из редких случаев, который имеет по классификации FDA группу А по классификации риска во время беременности. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю, что это за классификация. Дальше. Военнослужащих запретили испытывать. Это очень положительно. Дело в том, что военнослужащие, кого защищают? Те, которые по призыву, то есть призывники защищены. Вообще призывники – это потрясающе привлекательная группа для исследователей, так же, как и дети в сиротских приютах. Представляете, это готовая группа. Они все примерно одного возраста, одного состояния здоровья. Они все вместе, они постоянно доступны, у них одинаковый режим дня. То есть это объективно уже готовая группа для испытаний. Но что закон говорит о том? Что для применения в условиях военных действий какие-то специальные для этой категории могут использоваться. Но вроде бы как только у тех, кто профессионально служит в армии. То есть контрактники, но не наши ребята, которые служат по призыву. Ну, что там на самом деле происходит, трудно сказать, но во всяком случае законом это определено. Новая совершенно статья. Сотрудники правоохранительных органов тоже попали в уязвимые. Лица, отбывающие наказание, это понятно, да, и находящиеся под следствием. Что общего у этих категорий населения? В чем состоит их уязвимость? Уязвимость этих групп населения состоит в том, что в силу тех или иных причин разных, но они не могут, как считается, полностью реализовать свое основное право на добровольность участия. То есть это ровно те группы, которые могут быть подвержены принуждению и недолжному влиянию, как это называется. Вот, значит, дальше. Что касается, так скажем, лиц с психическими заболеваниями или недееспособными, то если законные представители не против, если исследование обосновано, то можно такие группы включать в испытание. То есть тоже разрешительный такой тон законодательства. Вот тут это не случайный набор картинок. Сейчас мы говорили с вами о том, какие группы являются по закону уязвимыми, а вот это уязвимое с точки зрения этики. Этика более высокие требования предъявляет. Ну, давайте посмотрим. Значит, тут как пересекается с законом, плюс еще некоторые категории граждан. Ну, понятно, вот это уязвимая категория – это беременные, это уязвимая категория – картинка по запросу «Дети-сироты». Это просто ребенок, явно домашний, это военнослужащие, это лицо с психическими заболеваниями, это по запросу осужденные, это уже начинается с точки зрения этики, это пенсионеры, люди, которые в силу, там они могут быть малоимущие, например, в силу зависимости от доброго отношения врача, это инвалиды, это малоимущие всякие категории лиц, понятно, да? Вот это пациент реанимационный, который без сознания, без сопровождения. А вот это вот, угадайте, по какому запросу картинка? Это картинка по запросу сотрудники фармацевтических компаний. Они считаются уязвимой категорией населения с точки зрения этики. И это картинка по запросу студентов медицинских колледжей и вузов. То есть вот с точки зрения этики категория людей, которые подвержены принуждению и недолженному влиянию, она больше, чем в законе. Ну, что еще можно сказать? В законе довольно развернуто написано, как должен быть застрахован пациент. Ну, разумеется, если вот вы сейчас вспомните, что я говорила, что вы должны осознавать, что правила применимы к инициативным исследованиям. Ну, разумеется, к инициативным исследованиям правила страхования пациентов может быть и неприменимы. Но что касается информированного согласия, что касается оценки протокола, чтобы протокол был готов полностью до включения первого пациента, это все вполне можно соблюдать. Ну, какие бы ни были прекрасные законы, какие бы ни были прекрасные этические нормы, сами по себе они соблюдаться не будут. Если вы хотите, чтобы кто-то что-то соблюдал, то нужно два основных направления работы – помощь и контроль. Помощь и контроль – это универсальные абсолютно условия для того, чтобы соблюдалось все разумное, доброе, вечное, честное и так далее. Что за инструменты существуют, которые призваны, чтобы нормы соблюдались? Значит, первый – это одобрение исследования этическим комитетом, то есть комитета по этике. И второй совершенно отдельный инструмент – это информированное согласие. То есть сам процесс информированного согласия – не документ, информационный листок пациента, а именно сам процесс информированного согласия как процесс. Значит, Хельсинская декларация, еще раз напоминаю, говорит о том, что этический комитет должен иметь доступ всегда до начала исследования и потом наблюдать это исследование. Что такое этический комитет? Значит, GCP нам дает вот это определение, пока вы его читаете. Значит, по умолчанию считается, что все этические комитеты независимые. Поэтому вот это независимый, его как бы опускают и называют просто комитеты по этике. То есть все комитеты по этике по умолчанию считаются независимыми организациями. Значит, какие бывают еще терминологии? В Европе принято этический комитет, то есть мы называем это всегда комитетом по этике. И в европейских протоколах это так и называется. Ну, Institutional Review Board, ARB, эта аббревиатура встречается в американских протоколах, когда вы по американским протоколам работаете, это называется ARB. Совет по этике – это то, что у нас, собственно говоря, Центральный комитет по этике в документации в официальном законе об обращении лекарственных средств он называется Совет по этике. В принципе, если вы вспомните определение, которое в GCP, то это тоже допустимая совершенно терминология. Дальше. Всегда в государстве должен быть Центральный комитет по этике, так называемая Центральная этика. У нас это сейчас Совет по этике при Минздраве. Ну, много говорится о том, насколько он там независимый, но мы сейчас об этом говорить не будем. Значит, Совет по этике при Минздраве – это Центральная этика, это Центральный комитет по этике на функции Центральной. И сколько угодно может быть локальных комитетов по этике. Локальные комитеты по этике обычно бывают в тех центрах, которые проводят клинические исследования. Является ли наличие собственного комитета по этике условием аккредитации? Нет, не является. Можно не иметь своего комитета по этике. Но не наблюдаться исследования в комитете по этике не может. Поэтому если своего у вас нет комитета, значит, тогда вы должны быть прикреплены к какому-то комитету, который будет ваше исследование мониторировать. Но это не может быть Центральный комитет по этике при Минздраве, потому что он сейчас за свои функции не берет мониторинг идущих исследований. Он берет только разрешительную функцию о себе. Как нам рекомендуют составлять комитет по этике? По правилам это должно быть не менее пяти человек. Для того, чтобы можно было обеспечить большинство при обсуждении, при голосовании, как минимум один человек из этих не должен иметь интересы в сфере науки. И как минимум один не должен зависеть вообще от организации, в которой работает комитет. То есть кто-то, кто никаким образом не связан с руководством учреждения и по определению он не заинтересован в том, будет одобрен протокол или нет. Обычно это один и тот же человек. Что бывает? Врач или врачи. Врачи специальностей тех, которые в той области, в которой приходят протоколы. Врач или врачи. Потом обязательно фармацевт или фармаколог, потому что должны быть те, кто разбирается хорошо именно в лекарственных средствах. Обязательно должен быть юрист. Это, с одной стороны, не врач. Чаще всего этот человек и не работает в учреждении. И приветствуются там, что еще? Приветствуются представители общественности, приветствуются люди немедицинских специальностей и без высшего образования. Потом мы поймем, почему. Я знаю, что, например, в иностранных этических комитетах работают медицинские сестры часто в учреждениях. Я правда не могу себе представить ситуацию, как бы мотивировать медицинских сестер работать в этических комитетах. Но если я себе это не могу представить, это не значит, что это невозможно. Когда я спрашивала у испанских коллег, как это у них вообще все получается, они говорят, ну как же, это неоплачиваемая работа, разумеется. Но если встает вопрос о повышении, то, разумеется, повышенная будет там. То есть это дополнительный очень большой бонус, если рассматривается вопрос о повышении. Но мотивация ли это в нашей стране, я не знаю. То есть я не видела комитетов, куда бы входили медицинские сестры. Если я не видела, то не значит, что таких нет. Значит, половой состав должен быть сбалансированный. Нельзя одних женщин, одних мужчин. Возрастной состав должен быть сбалансирован. Сколько человек должно быть в комитете? Ну, 5 человек. Ведь комитет, когда работает, ему нужен кворум обязательно. Кворум определяется обычно как 50% плюс 1. Если кворум вы хотите больше назначить, это ваше право. Но ведь всех людей надо собрать. Если у вас 5 человек, собрать может быть и легче. Но это все одни и те же люди. Если у вас 15 человек, выбор больше. Но тогда и кворум будет больше. То есть ко всем этим ситуациям надо подходить совершенно трезво. Значит, комитет выбирает председателя. Всегда задает вопрос, а кто у вас председатель? Вот я работаю, например, в РДКБ, в комитете по этике. Меня спрашивают, а кто у вас председатель? И мы совершенно спокойно говорим, у нас председатель комитета по этике главный врач. На этот вопрос, а как же так? Как же это руководитель учреждения? Может ли он быть председателем комитета по этике? Вопрос не в том, какую позицию занимает человек в своем учреждении. Вопрос в том, существует ли конфликт интересов. Мы обсудили и решили, что конфликт интересов у нашего главного врача отсутствует. То есть на его, так скажем, благополучие никак не скажется, будет протокол или нет. Более того, он не заинтересован в том, чтобы что-то неприглядное происходило в стенах больницы. Но статус комитета резко повышается, если его председателем является руководитель учреждения. Нигде не написано, что этого нельзя. Поэтому вопрос о том, кто будет председателем, это вопрос действительно серьезный. И каждый раз коллектив должен решать, есть ли какие-то конфликты интересов или нет конфликта интересов. И обязательно у комитета должен быть секретарь. На секретаря падает очень много обязанностей. Он ведет дела комитета. Всех оповещает о том, как комитет будет работать, когда заседание. Общение с комитетом по этике вообще должно происходить через секретариат. Никогда нельзя напрямую обращаться к заявителю, например, и что-то хотеть от эксперта комитета по этике по правилам к секретарю. Для того, чтобы исключить возможность какого-то давления. Обязанность комитета по этике – это благополучие субъектов исследований. Это надо понимать. Никаких других обязанностей у комитета нет. То есть комитет всегда исходит из того, чтобы защитить участников исследований. Не для того, чтобы защитить исследователей от участников. Но единственное, что если какие-то споры между спонсором и исследователем, то тут тоже комитет может вмешаться. Так, ладно, ладно. Это я просто хотела, когда больше времени, посмотреть, кто входит в этот состав комитета и оценить, хорошо ли он составлен. Но мы сейчас не будем. Это при Центральном комитете по этике. Значит, что нужно, что делает тот, кто работает в комитете по этике? Значит, участвует в заседании. Соответственно, нужно себе давать отчет, что как бы вы ни были заняты, в графике нужно находить время. Значит, обязательно рассмотрение, обсуждение, рецензирование новых исследований, наблюдение по идущих исследованиям, соответственно, рассмотрение отчетов. Да? Значит, все, кто работает в комитете, обеспечивают должность конфиденциальность документов и их обсуждения. То есть все, что обсуждается в комитете по этике, если вы имеете к нему отношение, это не предмет обсуждения за пределами комитета. Когда вы видите, про такой приходит, то там всегда обязательно указание, конфиденциальная информация, да, то есть информация – это каждый должен подписать соглашение о конфиденциальности. Вот, дальше. Особое внимание на терапевтическим исследованиям, исследованиям с участием добровольцев. Я думаю, что про исследования с участием добровольцев, что такое нетерапевтические исследования, это вы все будете в рамках этого цикла, вы услышите. И, конечно, очень важно, помните, я говорю, вот те, кто без сознания и без сопровождения, только комитет по этике решает, можно ли таких пациентов включать или нет. Поэтому это тоже пристальное внимание особое. Значит, для того, чтобы нормально работать, нужны стандартные операционные процедуры. Вот это вы часто, кто работает в протоколах, вы можете услышать от спонсора. Значит, так, пожалуйста, мне от вашего этического комитета нужен список, СОПы, приказ о создании, положение, устав и называется еще пачка документов. Значит, что такое СОПы? СОПы – это документы, в которых изложены все процедуры, все правила работы комитета по этике. Значит, стандартные операционные процедуры, они действительно очень важны. Я надеюсь, что вы пока вот это вот оцениваете, что написано, это все так и есть. Значит, процедуры пишутся комитетом для того, чтобы он их потом мог спокойно выполнять. Что исследователю дает знание стандартных операционных процедур комитета? Дает возможность оценить, как там происходит работа, в какие сроки он может подать документы, в какие сроки он вправе требовать заключения обратно. может оценить, какой кворум должен быть. То есть это очень важный документ, с которыми, конечно, желательно добросовестному исследователю ознакомиться. Значит, вот все, что там должно быть. Состав должен быть прописан, те документы, которые нужно подать, должны быть прописаны. Вот если вы не знаете, что надо подавать в комитет по этике, вы можете это увидеть в стандартных операционных процедурах. Обычно комитеты по этике этот документ держат в общем доступе. Обычно на сайте или в секретариате. Всегда можно его взять и получить себе копию. Или посмотреть. Там есть и стандартные формы заключений, и периодичность рассмотрения длительных исследований. Надо сказать, что периодичность рассмотрения длительных исследований, она указана в GCP. Для длительных исследований не реже, чем раз в год надо подавать отчет. И, кстати говоря, никто не мешает ровно этого требовать, и это инициативных исследований. Я вам хочу сказать, что это вполне возможно. И у нас такой прецедент есть. Например, когда инициативное исследование проводилось максимально приближенно к GCP, с отчетами, с вызыванием на этический комитет, все это на самом деле возможно, была бы на это добрая воля. Так, дальше. Значит, вот это все содержится. Что касается процедуры апелляции по решениям комитета по этике. Значит, куда можно отправить апелляцию? Что это в данном случае означает? Нет никакой иерархии между локальными комитетами по этике и центральным комитетом по этике. То есть вы не можете пойти и пожаловаться в центральную этику на то, что ваше исследование не пропустило локальный комитет по этике. Это нельзя. Апеллировать можно, направляя свою апелляцию к председателю комитета по этике. И апеллировать можно к тому, что комитет не соблюдает, например, свои же собственные стандартные операционные процедуры. Например, решение было принято в отсутствии кворума. Или решение было принято слишком быстро. Или еще что-нибудь. Или не было в числе экспертов комитета по этике. Везде прописывается их позиция, их специальность. Не было, допустим, специалиста по исследованию, которое вы подали. В этом случае комитет должен был обратиться к мнению независимого эксперта сторон. И он этого не сделал. То есть вот такие процедуры, которые приведут к чему? К тому, что комитет вынужден будет повторно рассмотреть ваше исследование. Условия оплаты. Ну, это вот отдельная тема. Нигде не написано, что комитет должен работать бесплатно. В любом случае у комитета всегда есть какая-то обязательно, кто-то его должен содержать. Даже не работаю экспертов, это обычно не оплачивается. Но ведь очень много сопровождения должно быть. Во-первых, секретарь, технический секретарь, который занимается документацией. Во-вторых, обеспечение самого документа оборота. Это бумага, это принтер, это факс, это телефонная линия, это интернет. Это по-хорошему, уничтожитель для документов. То есть это папки, это очень-очень много. Это, в конце концов, помещение. То есть это много чего, что требует каких-то затрат. Обычно их берут на себя учреждения. Но большая проблема сделать свою экспертизу платной. Хотя, еще раз повторяю, в этом нет ничего предосудительного. В GCP нигде не написано, что это должно быть бесплатно. Единственное, что должно быть указано, что деньги берут за экспертизу. Вот как мы когда подаем с вами на визу. Мы же не знаем, дадут нам визу или нет в посольстве. Ну да, в этом визовом центре. Мы оплачиваем саму работу по рассмотрению документов. И дали нам визу или не дали, деньги мы заплатили за процесс рассмотрения документов. Вот то же самое, это не покупка, одобрение. Даже если экспертиза платная, это вознаграждение за рассмотрение документов. И обязательно должен быть архив. Документы в архиве Комитета по этике, пожалуйста, это отметьте, должны под GCP, по GCP должны храниться 3 года с момента окончания исследования. Не путайте этот срок с тем, сколько должны на сайте храниться архивированные документы по исследованию. Это как вы договариваетесь со спонсором. Некоторые требуют, чтобы их документация хранилась 40 лет. Я не шучу. Это совершенно реальная цифра, которую некоторые спонсоры хотят, чтобы подписали исследователи. Как подается заявка? Необходимый пакет документов. Все документы должны быть прописаны в стандартных операционных процедурах. Затем обычно независимый кто-то выбирается из Комитета и составляет заключение подробное по протоколу. Вот документы, которые стандартно требуют Комитета по этике. В принципе, могут различаться. Это зависит от Комитета по этике. Но подписанное датированное заявление на рассмотрение, что очень важно помнить. Когда вы, исследователь, приходите в Комитет по этике, вы должны обязательно оставить у себя свидетельство бумажное, что вы там были. Что вы такого-то числа ходили в Комитет по этике и отдали там такой-то документ. Как это делается? Обязательно у вас вот этого заявления должно быть два экземпляра. В Комитете по этике вам один экземпляр подписывают, ставят соответствующий штамп, отмечают дату, когда вы там были, секретарь подписывает, который принял документы, и вы его берете с собой, уходите из Комитета всегда и при себе свидетельство того, что вы там были. Вообще, главное правило, надлежащее клиническое, вообще, главное правило клинического исследования, что не записано, того не было. Поэтому любой ваш визит, как и в Комитете по этике, должен оставаться у вас. Подтверждение должно быть в виде копии того документа, который вы туда отдали. Ну, или который вы там получили, что реже. Значит, протоколы поправки для того, чтобы убедиться в том, что они не нарушают права пациентов. Брошюры исследователя для того, чтобы убедиться, что исследователи хорошо информированы. Я думаю, что все эти документы вам знакомы, вам объяснили, или еще будут у вас лекции, какие документы, зачем. Информация для пациента и форма информированного согласия. Дневники и вопросники. То есть абсолютно все документы, которые будут предложены пациентам. То есть вот которые относятся к пациентам, они все должны быть оценены в Комитете по этике. В нашем случае по правилам в детской практике детям иногда предлагают какие-то маленькие игрушки, какие-то знаки отличия, какие-то рюкзачки, блокнотики. По-хорошему. Не просто изображение должно быть передано в Комитете по этике, а именно фактически эти вещи, для того, чтобы нужно было оценить. С одной стороны, это не должны быть какие-то ядовитые, дешевые пластмаски. С другой стороны, это не могут быть дорогие вещи, которые можно рассматривать тоже как инструмент давления на родителей, для того, чтобы они подписали согласие для участия ребенка в исследовании. Если компания вдруг... Я это говорю, потому что я недавно буквально с этим столкнулась. Компания настаивает, что один из документов не должен проходить этическую экспертизу в Комитете по этике. А исследователь считает, что должен. Значит, соблюдение GCP – это всегда ответственность исследователя. Если ваш исследователь или вы исследователь считаете, что вы должны это предоставить в Комитет и получить одобрение на использование, вам не нужно никакое разрешение фармацевтической компании. Вы делаете это, потому что это написано в правилах GCP, которые вы соблюдаете. Значит, описание компенсации, страхование, вот эти все материалы должны быть. Значит, зачем, например, каждый раз подавать подписанную датированную автобиографию исследователю? Очень просто. Это объясняется. Комитет должен убедиться, что у исследователей достаточная квалификация. Значит, сертификаты по GCP могут как раз быть таким вот знаком, что это действительно человек, который может проводить испытания. Что касается вот этого предыдущего решения, принятые другими комитетами по этике, часто их просят предоставить, но никакого руководящего значения они не должны иметь. В нашем случае обязательно это разрешение Минздрава. Разрешение Минздрава на проведение клинического исследования. У Минздрава с этим советом такие отношения, что без одобрения Минздрав разрешение на клиническое испытание не даст. Что будет, если Минздрав не даст разрешение? Это будет, значит, протокол не начнется в принципе в нашей стране. Что будет, если Минздрав даст разрешение, а локальный комитет по этике сочтет, что исследование недостаточно хорошо и не одобрит его проведение? Исследование начнется в нашей стране, в тех центрах, где этические комитеты сочтут это приемлемо. Если ваш этический комитет не одобрит, значит, в вашем центре не будет, значит, протокол. Ну, рекомендуется для тех, где часто, где много протоколов, чтобы не реже раза в месяц происходило заседание комитета по этике. Значит, комитет заслушивает сообщение эксперта, потом часто приглашается исследователь или представитель исследовательского центра. На самом деле важно, чтобы пришел кто-то, кто готов полностью, кто знает хорошо протокол и готов дать пояснение по протоколу. Если это исследователь, хорошо. Если это со-исследователь, хорошо. Это может быть даже представитель компании-спонсора, который ориентируется в протоколе. Но если никто не пришел, а комитет вызывал, то виноват будет главный исследователь. За все, что происходит в протоколе, отвечают главные исследователи. И, соответственно, срок оговоренный СОП выписка дается с решением комитета по этике. Значит, обязательно протокол, обязательно должен быть кворум. Уже говорила, если по-другому не назначено, то 50% членов плюс 1. И что еще очень важно. Перед тем, как начать обсуждение протокола, нужно выяснить, лет ли так называемого конфликта интересов. Конфликт интересов предполагает ситуацию, которая не позволит члену комитета по этике объективно смотреть на протокол. Чаще всего, если этот человек сам потенциально заинтересован в том, что протокол был одобрен, либо он собирается быть главным исследователем по протоколу, или он собирается просто войти в команду исследователя по протоколу. Один раз у нас был прецедент, когда конфликт интересов был объявлен одним из экспертов комитета по этике. Он сказал, что поскольку мой муж будет главным исследователем в случае одобрения протокола, я объявляю конфликт интересов, я заинтересована в том, чтобы этот протокол пошел. То есть конфликт интересов обязательно должен быть объявлен. И принятие решения такой член комитета не может участвовать. Он может обсуждать, он может давать пояснение, но он не будет принимать участие в голосовании. Значит, дизайн исследования не подвергает опасности пациентов. Это дает понять протокол. Далее, вот эти все условия, которые делают приемлемым с этической точки зрения проведение протокола, вот те документы, которые подают, если вы их сопоставите, то вы поймете, что все эти документы, они дают возможность вот в этом убедиться. Значит, для чего нам нужен, например, не врач, да, в нашей коллективе, вот, среди экспертов. Для того, чтобы понять, насколько хорошо изложено информированное согласие. И если информированное согласие изложено непонятно человеку без медицинского образования, значит, оно, очевидно, изложено плохо. Потому что родители не обязаны не то, что медицинское образование иметь, но и вообще высшее образование. Вот этим, кстати говоря, очень грешат инициативные исследователи. Обычно молодые исследователи просто берут часть протокола, допустим, введения или часть аннотации в регистрационной карте, которую подают в ученый совет. Берут оттуда блок информации, вставляют информацию для пациента и считают, что вот все должны это понять. Это не так, это очень формальный подход, он неправильный. Варианты решения комитета по этике. Ну, во-первых, одобрить проведение исследований, если все хорошо, все документы в порядке, никаких вопросов не возникло. Дальше, одобрить проведение исследований с несущественными замечаниями, после исправления которых необязательно повторное рассмотрение устраивать. Ну, например, что это может быть? Например, вы подали все документы, кроме разрешения Минздрава. Разрешение Минздрава еще не получено. Вот тут вопрос, а можно ли проводить в таком случае этическую экспертизу? Конечно, можно, потому что это независимый процесс. Этическая экспертиза не имеет ничего общего с разрешением Минздрава. Это совершенно параллельный процесс. Другое дело, вы же понимаете, что если вы рассмотрите, время потратите, усилия потратите, а Минздрав, например, не даст разрешение, то ваша работа будет напрасна, потому что без разрешения Минздрава протокол не пойдет, не начнется. Но еще раз напоминаю, это личное дело комитета. И если, например, вы посмотрели протокол, вы его одобрили, то решение такое одобрить проведение исследований, а заключение выдать, что значит выданное заключение? Значит, можно на следующий день или вечером того же дня открывать центр. А заключение вы выдадите, когда будет прислано это разрешение Минздрава. Дальше. Если какие-то серьезные изменения надо внести в процедуру материала исследования, то на рассмотрение о том, будет одобрено или нет, это будет зависеть от того, как отреагирует спонсор. Но я вам хочу сказать, что если спонсор заинтересован в открытии центра, у него нет никаких вариантов реагирования, кроме как менять документы по исследованию. Когда мы будем говорить об информированном согласии, я вам расскажу о прецедентах, которые были у нас в комитете уже. Значит, не одобрить можно в проведении исследований, если там какие-то вопиющие нарушения этики. Но нельзя просто не одобрить, нужно обязательно указать причины, почему вы не одобряете. Отозвать ранее данное одобрение с указанием причин отзыва, это тоже можно. Если что-то происходит, что-то меняется в протоколе, выходит поправка, которая уже не соответствует тому риску, которому мы готовы разрешить подвергаться пациентам, или если как-то плохо себя ведет, допустим, недостаточно хорош главный исследователь, не выполняет требования, не предоставляет вовремя отчеты, то можно и отозвать с одобрением такого центра. Я знаю, что такие прецеденты бывали на Западе часто, в нашей практике я, честно говоря, не знаю, не встречала, но, наверное, может быть. Значит, что у вас должно быть до исследования в центре, на руках у исследователей? Обязательно. Копия письма представления, то есть вы должны иметь вот эту вот, когда вы пришли, только принесли документы в комитет, вы приносите их с сопроводительным письмом. Называется письмо представления или письмо подачи. Вот копия этого письма, когда вы пришли, вы туда первый раз и подали документ, она у вас должна быть на руках с датой. То есть из этой даты должно следовать, что вы вовремя подали, и у комитета было время качественно ознакомиться с вашим протоколом. Дальше заключение. Ну, если мы говорим о том, что мы открываем центр, то, естественно, это одобрение будет. И должно быть там, в этом одобрении обязательно написано, кто где, когда, в каком составе, какое было рассмотрено, какие были документы рассмотрены, какое решение по каждому протоколу было принято. Это называется выписка из протокола Комитета по этике. Значит, дальше, что еще должно быть? Список всех членов Комитета по этике. Отдельное письмо или указание, что тот, кто объявил конфликт интересов, не принимал участие в голосовании, тут обязательно смотрите. Если, допустим, в Комитете 15 человек, соответственно, к воруму будет 8 человек. Если из этих 8 человек, один из этих людей, по протоколу главный исследователь, соответственно, он не может участвовать в голосовании. Значит, получается, что у вас решение принимает сколько человек? 7. А это уже не к ворум. Я вас уверяю, это все обязательно посчитают. Поэтому нужно обязательно помнить, что если кто-то у вас объявляет конфликт интересов, то все равно по этому протоколу должен сохраняться обязательно к ворум. Копия стандартных операционных процедур. Значит, если у вас просят помимо... Значит, вот что от нас требует GCP? GCP говорит о том, что Комитет по этике должен предоставлять исследователю и вообще по требованию тому, кто этого хочет, свой состав и свои стандартные операционные процедуры. Все остальные документы Комитет по этике предоставлять не обязан. Приказ о создании устава, положения это добрая воля Комитета. Хотите, предоставляйте. Хотите, не предоставляйте. Но список и СОПы это обязаны и лучше, если они будут вообще в открытом доступе. Так, ну, значит, что последующее наблюдение включает? Обязательные не реже раза в год. Не реже раза в год. Сейчас я уже все почти. Значит, все непредвиденные, все события, которые могут изменить риск и, допустим, теоретически, за чем может быть отозвано одобрение. Значит, информация при остановке досрочного прекращения, если даже это так, то отчет о результатах к этому моменту. Значит, если вы вот это все подаете, вы не забывайте, что отчет принесли, копию отчета с пометкой, когда это приняли, уведомление о завершении принесли, копию обязательно с пометкой о том, что это было. Значит, что в архиве должно быть? Официальные документы. Опять же, если комитет работает по Хельсинской декларации, он это объявляет, то смотрите, должны быть тогда какие-то реакции, если вам попадаются американские протоколы, которые Хельсинскую декларацию не соблюдают. Так, ну, собственно, это одна часть про, собственно, основные принципы и про комитеты поэтики. Дальше у нас информированное согласие и детские испытания. Если у вас сейчас есть вопросы, я готова ответить. А мы работаем. или после кофе-брейка. Сейчас у нас планируется небольшой кофе-брейк и затем продолжение. Продолжение очень интересной информации касательно этических аспектов клинических исследований у детей. Есть вопросы? Можно во время кофе-брейка задать тоже? Приглашаем тогда всех на кофе-брейк после выхода из зала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...